Давай соберем 30 лайков и хозяин меня покормит. Ну что дорогие друзья, всем огромнейший привет, меня зовут Худоба и сегодня я хотел бы вам рассказать пару клубных историй, поэтому больше слов, меньше дела. Поехали! Знаете, я очень не люблю пьяных людей, но только с пьяными людьми обычно происходят самые смешные истории. И эта история произошла в самый конец вечеринки, когда музыка уже потухла, все начали расходиться и мы стоим с моим другом у гардероба и рядом стоит его жена. И тут на выходе у гардероба на столе она замечает тарелочку с соленым арахисом и дальше выдает примерно это. Милый, давай возьмем орешки, покормим сейчас у клуба птичек. Но факт в том, что за этим столом сидел мужчина очень сильно, пьяный, прям чуть-чуть максимально. И все, что он мог выдать, это примерно вот это. И знаете, такое ощущение, что на его интеллигентно-французском это звучало примерно так. Так, месье, не могли бы вы уведомить свою даму, что это беспринципно и нельзя так делать? Знаете, я не могу не вспомнить ни одной истории почему-то с трезвыми людьми, поэтому опять истории про пьяных людей. Эта история также произошла в конце вечеринки и это тот самый момент, когда все выключается музыка и вам надо расплатиться за свой счет. На бар подходит максимально так же пьяный мужчина, и это не тот, который вот был в прошлой истории. И ему говорят, что с вас примерно 3420 рублей. Он достает свой кошелек, сует туда руку, достает невидимую купюру и кладет бармену. Реакция бармена в этот момент. А чувак реально подумал о том, что он реально положил купюру, потому что его глаза были примерно вот такими. Разговаривал он примерно так же, как чувак в прошлой серии. И единственная фраза, которую он четко выговорил, видимо, хотел понтануться, это была фраза... Сдачи не надо! А че, так можно было, что ли? Ну и наконец-то истории про более-менее трезвых людей. Стоял я, как обычно, в своей диджейской будке, были это примерно выходные, подходят ко мне два чувака, прям на веселье, прям на диком. Видно, что парни более-менее трезвые и, видимо, хотели над кем-то пошутить. Об этом я узнал чуть позже. И они хотят заказать песню «Вставай с первыми лучами вставай». «Вставай с первыми лучами вставай, мир ты для меня открывай». В принципе, песня более-менее приемлемая. Ну, как бы и за 200 рублей, че было, как бы и не поставить. Денюжки мутятся, а треки крутятся. Но то, что дальше я увидел, это был шок-контент. Самый настоящий. Включается эта песня, я начинаю поздравлять человека, а человек выезжает на инвалидной коляске. И теперь представьте просто мое удивление. Ну, а этой ночью мы поздравляем Алексея. Ну, ты кринж. Но на самом деле чувак оказался очень спокойным, довольным, позитивным. Подъехал к нам, поблагодарил, но сказал, чтобы мы ему больше таких песен не ставили. И Рэмдигу тоже не ставили. Почему нет? Почему нет? Потому что потому. Ну, что, дорогие друзья, вот такие пару клубных историй я вспомнил. Если вам нравятся такие выпуски, давайте прожмем лайк, соберем пару подписочек, а также нажмем колокольчик. Все будут довольны, все будут счастливы. Я выпущу третий выпуск клубных историй, а там истории еще пожестче. Поэтому всем спасибо. Бля, почему поэтому всем спасибо? Короче, вы крутые, всем спасибо. С вами был Худоба.